Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 28 выпуск 4 сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Алекс, Санитар, Дима, Котнах, Георг, Облепиха и Колясик. Огромное спасибо за вашу щедрость и доброе слово. Будьте здоровы! Всем приятного просмотра! И плюс 0,03 лояльности за 13 всего диких? Короче, сегодня походу отменяются все дела. Сегодня идет у нас ЧВК чисто 2 видеокарты зарабатывать. А еще Егерь предлагает, точнее просит принести товар оружейная смазка FireClean и даст за это 0,02 лояльности. Оно мне надо, оно мне надо. Есть ли у меня FireClean? Кайша есть, так что мы передаем FireClean. Есть она у меня с галочкой, я ее для других в общей цели держал. Ну и бог с ним. Найдем еще, если надо будет сильно. В санузле я заказывал снова квестовый предмет. Это BlackRock разгрузка. В верстаке я варил патроны, по-моему, АПшные. Да, точно, 150 патронов АПшных сварилось. И в разведцентре у нас Виртекс, мать его, целый сварился. Тоже квестовый предмет. Долго, правда, он варился, 37 часов. А, и в медблоке я что-то заказывал тоже. Какой-то, ага, это квестовый мюл. Это нам надо будет для миротворцев по квесту образцы. Есть, первый образец предоставляем ему. Пойдет. Ну что, сегодня все предрешено. Сегодня мы гуляем с горностаем. И пока 13 диких не настреляем, мы не получим 2 видеокарты и лояльность от егеря. Я не отстану от Таркова, ей-богу. Я предлагаю на резерв сходить, так как есть тут еще кое-какие квесты, связанные с резервом. Например, у егеря это найти склад продовольствия на резерве. Плюс от барахольщика у нас не закрыт еще топливный вопрос. Мне надо будет маркером. Я там только красные цистерны пометил. Вторые возле свечи надо будет там помечать. Возле депо, короче. Должно быть это, в общем, весело. Потому что я пойду на резерв. Давным-давно я туда не спускался. По-моему, только в начале там спускался, делал кое-какие приколюхи. И все, страховать нам ничего не надо. Значит, идем на резерв. Ищем диких, стреляем их. По возможности пометим топливный вопрос. И по возможности спустимся еще для егеря. А обнаружим продовольственный склад. Ну какой противный спаун. Самый неудобственный. Тут же у меня с обеих сторон полсуны. Ладно, не будем шутить по этому поводу. Ну и че? Ну и пофиг. Просто идем вперед. Главное не помырать тут. А дальше уже разберемся. Пожалуйста, разберемся. Спасибо. Сходу добро. Без галки оно, по-моему, толком там ничего и не стоит. Так что его тырить нет смысла. Так, мне нужны дикие. Я бы в конях пошарил. Где я шарю сейчас? Вместо интереса чувака. По факту. А, вот здесь же дикие труцы. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ладно. От маяка надо избавляться в том числе. Так что-то и мы ее будем делать. В ротути. А че, где они хорошие? Что-то как-то страшно тихо. Страшно. Сачок бы я зацепил. Есть. Короче, если я дойду до свечки... Ладно, пойдем. Че стесняться? Че, если? Надо брать и идти. Блин, внутри кто-то. Он же мне в спину сейчас сокон будет наяривать. Ладно. План Б. Спускаемся туда внизу. Да не то, нажимаешь. Вот так вот. Внизах тогда егерский квест попробую в первую очередь сделать. Че тут есть? Кто нет, каучу. Еще один фильтр. Пассиве ботанков. Так, а куда мне надо добежать-то? А вот все, добежал. Е-мое. Опер... Есть, один дикий. Блин, а у меня что-то я аптечку слабенькую такую взял. Вон. Падет. Сразу будем содержать магазины. Ого, гжелька. Выбитая. Квестовая. Ну, я уже их собрал. Две гжельки у меня имеются. Не две. Или две. В общем, она выбита. Не была бы выбита. А я и думаю, че он такой... Держит несколько выстрелов. Короче, мне надо к свече теперь выйти и подняться на свече. По-моему, этот выход к свече. Опа. Еще один дикий. Я думал, чувака. Я, блин, если честно, плохо знаю. Где здесь? Кто спавнится? Зачем спавнится вообще? Так что, по неопытности могу отхватить наиглупейше. Ваше здоровье. Это же я как раз на свечку выходил. Мне же надо маяк еще поставить, парня. О, здесь дикие ходят. Хорошо. Меня это устраивает. Так, че тут метиться? Нужно. Вот это. Ой, как быстро. Хорошо. Не надо минуты, полминуты ждать. Зашибись. А первым, что я его не вижу. Я сейчас стрельну. Вспалюсь полностью, да? Это тут близко совсем? А вон оно, НЖГ. Опа, а это тоже дикий, что ли? Че, давайте пару товарищей шмальнем. Хотя вряд ли я после такого выживу. Тем более, что в коне там был товарищ. Вот ниндзя спустился, и все. Как в воду. Опыт пощупаем, Детил. Ох ты. Эй, 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 тихо, тихо. Он с друговиком, оказывается. Да ты гонишь. Да, дикие проблемы создаёт, капец. Патронов нет! А у меня есть. Патронов нет, как говорил мой друг. Вздох лох. Да перезаряжай ты, господи. Что за тормоза? Ну, если Чупика искал, нет. И там никого нет. Если на карте вообще никого нет. То я выживу. Полюбасику выживу. Так. Так, вот от Чупика спрячемся. Сюда-сюда, это можно внутрь. А? Нормально общайся. Давай, это. В черепашке нельзя через каналку. Ладно, хрен с ним. У меня пару квестов на кону, плюс я диких подстрелил. Так что, пошли дальше. Вот, показалось. Всё, нормалёк. Я вышел? Зашибись. Ну чё, чики-брики в дамке это называется. 11 минут почти прошло. Две с небольшим опыта. Но четверо диких у нас есть в копилке. Осталось 9. И у нас ещё пару квестов закроется сейчас. Ну, вообще песня. Хороший рейд получился. Смотри, что можем. Для барахольщика топливный вопрос. Бам, закрыт. Плюс баллоны пропана он мне выдаст. Это как раз для миротворца будет. Знаток резерва предлагает квест. Тут надо будет чёрная пешка. Три оружейки. Белая пешка. Две оружейки. Короче, мне вскрыть. Но для этого нужен там ряд ключей. Так что, пока оставим этот квест в покое. Для егеря сделали квест резерв. Очень много опыта. За очень простой квест. Я считаю, есть ещё и лояльность. Так что всё в ажуре. Резерв квест закрываем. Заберу барахольщика пропан. Чтобы сразу его передать этому самому миротворцу. У нас там квест есть бусов. Путёвка в санаторий. Часть 7. Поэтому квесту пропан. Всё. Осталось найти в рейде щёлочные средства для промывки теплообменных поверхностей. Две канистры нужно. Посмотрим, где на карте у меня будет высадка. Где будет спавн. Но всё-таки я, наверное, за приоритет поставлю устранение диких. Чтобы не профукать этот дейлик от егеря. А попутно, если щёлоч найдём, вынесем. Или может быть в камеру получится установить напротив кипы. Я камеру с собой вай-фай взял. В общем, главное диких устранить. А дальше по ситуации будем действовать. Понял. Понял. Понял, что ничего не понял. Куда пойдём туда? На ГЭС сначала? Ну, на ГЭС, скорее всего, и ЧВК подтянутся, да? Чтобы включить Рубилу. Хотя пойдём. Сначала на ГЭС. Это даже неплохой такой маршрут получается в итоге. Сначала на ГЭС, потом в Идею. И там, в общем, будем действовать. Там диких будем стрелять. На ГЭС же тоже дикие могут быть. Как раз проверим, есть ли машина. Если есть, то будем иметь её в виду. Чтобы не было необходимости рюкзак скинуть. Опять фризы какие-то. Есть машина. Видимо, дикие подгрузились. Я так считаю. Ну, чего ты, чего? Чего? Не слышу, не вижу диких. Вот так вот. Ладно, корточки глянем. Вдруг там ключи попадутся. Гендер галка. Орёт. Ладно, ехала отсюда. Выносливость. До седьмого качнулась уже. Вот видишь, налегке выходить хорошо. В начале рейда, тем более, подкачивается неплохо. Пока ты добегаешь там до места какого-то интереса. Вроде, блин, подфриживает. Ну, что-то дикие не появились. Или я вот отошёл, они теперь появились. А, пацанчики. Я ж сюда за дикими пришёл. Не видно никого. На тёмной, тёмной планете Есть тёмное, тёмное царство В этом тёмном, тёмном царстве Есть тёмный, тёмный торговый центр В этом тёмном, тёмном торговом центре Есть тёмные, тёмные люди Смотрите. А что такое, как ММА прошел? Ни пылинки не осталось. Ходей, дикари. Так, я что-то справа слышал. Но есть подозрение, что это подо мной. Ой, а что это я видеокарты не забираю, а потому что их нет. Поэтому и не забираю. Чё, блин, нафиг фигня какая-то. Уже и в идее диких нет, что ли? Или тут роль диких исполняют чисто эти челоботы. Ну ладно. Чё, попробуем тогда магазины обойти эти все, которые мне нужны. Вот он тренд. Один из списка. Теперь говорят, надо в одном рейде все магазины осмотреть. Если ты посмотрел в одном рейде помар, то список сбрасывается. Прогресс по этому делу. Дина Клоудес. Магаз. Вот это второй магаз. Есть. Честь. Не, ну как бы не то, чтобы я был против того, что здесь так спокойно. Ничего в каянии диких Так-то я другие квесты Могу позволить себе закрыть В таком случае А МЧС ключ я с собой взял? Конечно же нет Молодец, Лиса Молодец Третий магазин Костин О, есть товарищ Хотя бы дикий Главное, чтоб не сильно дикий Ну не килла, чтобы Честно говоря, сложновато без фонарика тут Понятно, что можно и подсветку сделать И все на свете Ну, в принципе, да Тоже Показатель, мать его Ух, блин Ух, блин Подъехали, пацаны Центровские Так Задерживаем дыхание Не дышим Закладывается вай-фай камера Фантастика Ой, хорош Ты прям Ты прям позволил мне установить ее Красавчик, спасибо, браток Прям хорошего А где-то тут еще в синеве был, да? А, вон он вижу Только старшего не зови Пявко Пявко, пацаны Вот это я люблю Поближе к сердцу его Переложим Ладно Авокадо Какой это был четвертый магазин Свечи зажигания Вот они где все, свечи Хотя у меня больших-то проблем Не было с тем, чтобы найти их Откровенно говоря Кто это базарил? А, он говорит Тут наших бьют, да? Да, нашего, говорит, завалили Пойдем туда и его подстрелим Хотя, постой У нас же совсем рядом Топ-бренд-магазин Вот он, Топ-бренд Есть Это был распродажа Это была распродажа под задачу Ты что? Почему ты так? Надо выживать, выходить с локации, говорит Я так и знал, что я вот это вот сделаю Если магазин, а то я захочу Обязательно выжить, выйти с локации Трупы он мог увидеть только внизу Вон он пошел внизу Дальше не видать Подожди, бро Быстро Попал, не попал Ну, в смысле, убил, не убил Убил Фух, 164, а что так много? Оружие понасобирал у всех Ладно, парни Я предлагаю пойти в воле Дабы не испытывать судьбу больше А то когда придут челоботы Житья мне точно тут не будет Пусто Окей, ищем щелочь тогда Щелочь обычно там В той стороне Но может и здесь Где-нибудь на полках быть Не осуждайте за то, что не смотрю Там вверху Так лает Распустая локация Можно было бы полутать Можно было бы, конечно Но я здесь с другой целью Поэтому Иду, как говорится, по своим делам Так что такое Кек-лента Падет А, вон он Темновасто Блин, надо шевелить булками Что-то я В развалочку Туда-си-сюда-си Построи, дострои Иди-со Еще дострои Топливо Фильтр воды Водяной Электродрыгатель О, шланчики Нормально Мне щелочь нужна Что-то как-то долго Прицеливается Курпец О, пацаны Смотри Первая щелочь Вторая щелочь Базару нет Все Вот теперь Можно домой Педалить Со всей дури И можно Блин До выхода До машины Мне далековато Однако Сюда ближе Но опаснее Вот опять у меня Вот этот выбор Блин Проклятый Есть выход Ближе Но опасней И есть выход Дальше Но безопасней Куда парим Ближний И опасный Или дальний Безопасный Еще щелочь Ну я говорю Она на этой стороне Основная и что-то товарищ то был идет тут в аккурат и орал боюсь тут спускаться вдруг танкива сидит мне надо идти домой поскорее чтобы столкнуться лбами с челоботами очень надеюсь что никаких кемперов не будет на выходе если это так эта мечта не рейд будет вы ешь на и развязка а он дикие ходят трое нифига себе вы не нужны парни и не убегай не попал да что такое деса косорылый какой-то стал мне было же так раньше это потому что боишься слиться и поэтому начинаешь косить мазать и все такое а когда на пофиг начинаешь божить ух ты мне как раз двоих осталось добить если этих двоих которые здесь бегают сейчас добью по квест в кармане парни все последний остался он как раз дыганды то забежал братела ох сейчас на последнем я ступить начну наверное от а тест на момент я отговорил готов домой 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 деса на хулиганил не по-детски вообще чё я тут натворил это просто сколько мне так повезло что уже 2 выпуск пустые локации так как подвести то должно но не было же до этого я же сервера то не менял но то же самое те же самые сервера то же самое время всегда записи плюс минус два три часа такая тишина на локации тарков прям позволяет мне делать до квеста что-то я не глянул выход то у меня у меня наверное не в этой стороне вовсе вот я голова два уха выход назад это у меня вообще вот сколько проблем у меня есть столько проблем ровно я сам себе и создавал сейчас та же самая ситуевина времени совсем мало вот-вот уже подгрузятся дикие челоботы я должен успеть выехать на тэц по-любому но либо мы есть как вариант сбросить короче мешок и часть лута но вот у меня хороший так сделаем на всякий случай если чё вдруг не ну тут и топлива и фильтры как такое можно выбросить она бог с ним такие ним магазины да и пойдем на выход на машину пожелай мне удачи тушеночка принять можно внутрь по 20 там с небольшим всего очков энергии вибрации и певка дёг дёхнем ваше здоровье господа готов поспорить теперь на тэцсе будет целый отряд диких готовых растерзать меня напрочь тянет не вскрыт до сих пор может я в какую-то параллельную вселенную попал хотя сейчас могут приземлить меня прямо на выходе до во 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 пацаны и вообще ребята подъехали не пивко сушняк не сбивает оказывается я-то думал еще раз посетила мысль насчет того что скинуть наш рюкзак но нет пожалуй я уже почти на месте осталось то он чё сюда приперся нельзя нельзя иди отсюда я не могу его убить он какой-то завороженный я ухожу забери все мои деньги только увези меня отсюда шеф я фиг его знаю то ли попал по нему то ли не попадал неужели я по нему и кого да не надо не уезжай без меня застрелял не убивайте не убивайте я мырный и водички охота вообще-то все я поехал 29 минут в рейде я провел сложно поверить но такие рейды бывают десятерых диких мы настреляли пойдет пойдет такие рейды бывают в которых ты делай не переделай все свои квесты какие только надо осведомлен значит вооружен третью и последнюю камеру из списка я установил на развязки напротив армс магазина можем закрывать этот квест прикормка подъезжает квест мне необходимо теперь на развязки на таможне в лесу заложить по три золотые цепочки в определенных местах плюс необходимо бойцов чвк на развязки поубивать пять чвк в период с десяти вечера до десяти утра в ночное время распродажи можем закрывать квест здесь мы осмотрели пять магазинов выжили вышли с локации кровь войны часть первая здесь нужно маркерами пометить цистерны на развязки три штуки картотека часть первая найти грузовые ведомости гашана оли и идеи все это на развязки делается и для егеря выполнился простой абсолютно квест с впо горностая 13 диких настрелять причем на любой локации не привязана ни часть тела какая-то не дистанция и за это он дает две видеокарты с галочками и еще можем закрыть путевка в санаторий часть седьмая две канистры с щелочью мы вынесли с развязки теперь миротворец мне дает квесты груз x эта серия целая квестов будет и мокрое дело тоже серия квестов по груз x часть 1 необходимо найти записи о грузе в компьютерном зале восточного крыла санатория это как раз 306 ключ который я использовал по ленд-лизу восточка 306 и мокрое дело часть 1 убить диких на берегу используя m4a1 отар или tx15 с глушителем 10 диких нужно настрелять в отношениях с механиком я достиг третьего уровня лояльности потому что докачал персонажа до 30 левела это мне открывает не только у него кое-какой товар интересный но и открывает доступ к строительству некоторых модулей в убежище между прочим умение здоровья у меня улучшилось до восьмого уровня значит я могу закрыть квест еще один у терапевта выкупить точнее в здоровом теле здоровый дух деньги пока слава богу имеются так что выкупаем этот квест завершаем его значит идем за чего к на развязку план рост до безобразия мне надо будет походить по самой локации пометить в первую очередь попытаюсь все три наливника которые мне нужно это сделать по квесту во вторых попутно будем стрелять если будем встречать дикарей и после того как все три маяка установлю заборюсь в торговый центр и попытаюсь вынести ведомости из магазина оли из магазина кашан и из магазина административки точнее идеи мчс первые два наливника находятся у нас по правую руку мне надо было сразу понятно да что ареет не такое как предыдущий первый наливняк у нас здесь возле дыры в заборе второй наливняк у нас на тэц а я молодец я деньги не взял на владец так а третий на ревлях третий наливняк у нас вообще на шоссе где общий выход с дикарями тут вообще противный получается наливничок да ладно в любом случае будем пытаться делать ух блин а чё же я надо было мне еще и цепи золотые тогда раз уже взять рассушно то пошло все равно внутри там буду лазит ну окей хотя там придется к бтр у опять киби спускаться пока это квест лыжника пока лыжникам не нет острой необходимости прокачивать мне бы барахольщика надо подкачать потому что там лояльности ну совсем скудно а уровень качается качается надо потихоньку его квестами заниматься вот он первый наливняк пошел процесс разу наверно тормозить не буду пойду на тэц на тэц мы как раз проверим работает ли машина на случай если деньги где-то там подвернуться мне 5000 это небольшая сумма может быть у дикого какого-нибудь в карманах найдем такой же вариант тоже возможен все есть первый наливняк пометили это дикие ходят вообще сказка окей буду двигаться налегке по тайникам шарик не буду гляну только внутри там на полках непосредственно все машины нет я понял значит не зря я деньги не взял единственное что я хочу забрать так это сухпай чтобы если чё попитонить у меня было под рукой или чё это такое минус 2 ак отдачи ну у меня блин у меня и так перегруз получается да аааа сич ладно мы сейчас все равно маяк один вот проткнем полкило скинем капец или я чё-то какой-то кривой стал или и короче или лыжа не едут ладно оставим это без комментариев лучше зорушка 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 барана да нет тут ничего получается давай маякнем чик похлопаем пока куртки о молоко употребим сейчас его хот рот это где-то потерял весе где-то наоборот начал собирать также меня интересует топливная присадка ведь я потом как ошпаренный буду искать ее лазит опять же здесь же на развязке так по ходу дела давай по молочку что ли ударим это же развязка что я тут еды не найду что ли два наливника готовы я предлагаю пока внутрь не входить хотя можно через верх пройти я имею ввиду там возможно встретим ну и там подвал так то есть короче теперь моя задача перейти на ту сторону на парадную так сказать то есть торгового центра добежать до шоссе и там на шоссе третий наливняк пометить а оттуда будем уже дальше действовать сколько мы двоих диких подстрелили значит уже не зря и два маяка поставили значит уже не зря вышли на локацию значит все в порядке значит все в порядке сидеть могут где угодно вообще сидеть могут где угодно вообще сидеть могут где угодно вообще о да ладно здесь что то еще спавнится я думаю уже все тоже отрезали спаун на столике чисто нитего нету нитего так тем нету докину наверно магазу чтобы была все готово ну че пойдем метить оттуда на обратке уже можно будет повоевать децу ну опять искра нормально нормально ну че пацанчики вроде никого все прямо вот так вот в ногу я побегу что ли да получается да уж продвижка окончена хорошо и хорошо но в общем помимо того что там есть наливняк у нас есть еще и возможность там диких пострелять ну что там спаун целый куда я приперся а вот разлом настолько часто играю на развязки вообще развязка специфическая скажем так локация честно говоря я здесь на развязки играю только когда какие-то квесты делаются а так чисто по фану пойти пострелять нет такого у меня по фану пострелять я люблю побродить на лесу школе ну или на таможки на крайняк если уж прям руки чашутся или давно не получал как те трусторе моя откровение мое то бишь пацаны пацаны только не по лицу спасибо что умер роба потекла останавливай все намекаем моих маячим и таки 2 патрона пока приживается все как новенький любопытных чувакам и очевидно сюда привлекли внимание перчо мы можем теперь мы можем пойти совершенно спокойно оставшимся делам по задачам так вернем утра ультре было и величаще десятерых секта это не то подожди чё я хотел посмотреть я хотел посмотреть а я хотел вообще выхода посмотреть по идее нифига я зашел куда мне надо понимать в какую сторону выходить выход на железной дороге то есть слева за мною но и мешок у меня так-то пустой потенциально я могу быть еще и или не таскать уже лута чем джд черт и знает куда потом бежать да еще и с лутом лучше без лута налегке вдруг заборе проникнуть да давай наверно соли начнем мне надо забрать теперь ведомости воли в гашане и и в идеи и оттуда с идеи я пойду пролом заборе пожалуй пятерых диких всего осталось или сколько 10 10 или 5 сколько надо все мои короче раз будем пытаться вынести ведомости вынести ведомости гораздо сложнее очевидно чем 10 диких настрелять шаги киев будут настреливаться попутно параллельно я считаю что так будет правильно да все все ну все все пацаны пацаны вечно меня кусты пугают а нет не здесь же куда я а вон товарищ там ты кепка я каско о маска пистелая мой майл 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 пока оставим так ведомости у нас ведомости у нас на столе сейчас поглядим тут компуктеры раз уж мы тут тпу вот они ведомости чик даже фонариком подсветим чтобы было правильно забираем забираем все отлично с этим вопросом ага о тупырь это как на лазурке с тем чувака да за ларьком которым я стрелял я пересмотрел потом замедленные кадры я просто офигел у меня больше половины патронов улетели умирай у меня больше половины патронов вылетели там в решетку эту в сетку просто в забор захотел бы я фиг когда в такие пиксели попал бы при желании так патроны у меня начинают заканчиваться это может быть проблемой хотя думаю нет что там пару пятидесятников и этот почти полон окей ведомости у нас двигаемся дальше ох я вам тут ящик все хочу найти там что-нибудь достойно что народ аркнул сказал Аваа Алева Вы шо как вам? Лут Пацаны Все нормально Надо чесать в Гошан И опять же есть короткий путь Но опасный Который я и выберу Короткий, опасный, но потенциально с хорошим лутом. Как вам укрытие за ватой? Вау, не то, что нам надо. Прямо через сам центр я проходить не буду. Вот сейчас были бы три золотые цепочки, я бы в аккурат их зашел и незаметно заложил. Но, честно говоря, когда пытаешься сделать все и сразу, не получается сделать ничего. Вот так это, к сожалению, работает. Я думаю, что это дикий. Вали кепку! Ты что так отражает? Давай, давай, давай! А, блин. Ну, блин, так не тесно. Быстро! Да ты вообще быстрее ветра. Пиздец, во мраке! Вот, тушенка. Патроны разбазариваем как можем. Дешевые они. Все равно. Слышишь? Справа. Не слышишь? А я слышу. Давай пожрем, наверное. И запьем все это дело потом. Слышал справа? Это же биткоин зовет меня. Зовет меня вдаль. И нету родинки. Доляры лежат только. Ну, блин. Послышалось, получается. Окей. А что у нас по времени? А-а-а! 17 минут уже. Уже надо... Ускоряться. Так-то. Мне же еще третьей верности надо будет забрать. И чтобы чулоботов не расстраивать и самому не расстраиваться от них. Надо варить отсюда по-хорошему. Честно говоря, в этом вайпе я вообще ни одной флешки, торчащей из компьютера не видел. Вот прям ноль. Ни одной. Получается, они порезали, да, этот спаун торчащих флешек из компьютера? Зачем так сделали? Непонятно. Нормально же все вроде было. Все, надо топать в идею. Забирать там ведомости. По диким ситуациям у меня никаким образом не этого новость, да? Не выровнялось. 19, не 6 диких еще, да много. Хотя, если вы активно будете гонять, то все будет в ажуре. Так, хорошо. Ведомости остались только тут в идее. Значит, тянуть кота за яйца мы не будем. Хуярь, медведя! Подождите! Походу, подгрузились дикие, прям жестко сейчас фрезануло. Я его не вижу. Ты его видишь, а я нет. Как он меня увидел? Где ты, воденыш? Да ты че, нифига ты ушел куда? Пошел, пошел! Ого, куда ушел? Хуяло, вот хуяло, калет тебе! Так. Вот он меня, капец, привел, конечно. По зигзагу. Может, дикий просто стоять на углу палатки. Э-э-э-э-э-э, да тут... А тут есть кто-то? О-о-о-о, гадя, я-то думал... Что-то страшное тут. И че-то все такие в шапках, да? В ушанках этих. Ну че, это было 6. Ой, это было 6, говорю. Оставалось мне 6. Это было 3. Еще троих всего осталось. Все, видимо, уже дикие подъехали, да? Бегать-то началась света. Блин, какой-то фонарик непутевый, ей-богу. А, вон он. О, вот и 5 тысяч, про которые я говорил. Хотя они мне уже не нужны. 17, не мой калибр, около полу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот и челоботы. Эх. Челоботы так-то мне тоже подходят. Тут половина, и там половина. Ну, давай. Все, по воробьям. Поехали. Мда. Третий подошел, понятно, или это тот отошел. Можно было бы выскочить и просто на рубилове, но дистанция ближняя, а не с дробовиками. Так что спасибо, но до свидули. Хотя как раз их трое там было, да? Блин, такой шанс хороший был левого убить. Не получилось, не попал, не могу попадать. Поим, не к черту. Никудышный. А знаешь, можно какую гадость пока сделать, как добить этот квест? Один всего остался. Серьезно. Всего один. Ага. По дереву справа слышал. Знаешь, как мы добьем сейчас этого одного вот здесь внизу дикого? Посмотрим бота обычного. И все, я вот сюда выскочу потом. Мешок я выкинул, он все равно у меня пустой был. Меньше половины. Слышу я где-то дикого справа здесь. И тут меньше половины. Вон он побежал. Фантастика. Получилось. Все, let's go домой. По домам, пацаны, по домам. Я не думал, что с дикими квест получится добить, но все прошло гладко. Большой рейд. Даже тщелоботов дождались на развязке. Подпортили им кровь, а им уже терять по сути было нечего. Они и застряли передо мной, не смогли дальше продвинуться. А значит на лутание у них времени практически не оставалось. И это были, короче, уже камикадзе, можно сказать. С ними вступать в бой было, я думаю, что глупо. Ничего не понял, что тут с пятнадцатым шестнадцатым. Пятнадцатый филе, клюй, убитым опять грудная клетка, тридцать один на четыре метра. Это тот товарищ, которого я последнего застрелил, выходит. И через пять секунд, тридцать три сорок, Олег Водолаз умирает, а МП5 грудная клетка. Но дистанция не указана, скорее всего, от кровотечения, откист, от челобот, по которому я попал. Вернем ультребылое величие, завершаем этот квест, двадцать пять диких мы настреляли. Лояльность с этого квеста мне капает не только барахольщику, но еще и егерю. Вон оно как происходит. И выполнили квест Кровь войны, часть первая. Пометили три цистерны на развязке, выжили, вышли с локации, значит квест у нас в кармане. Подвозит квест модный приговор, по которому мне нужно передать две ушанки. Они у меня уже готовы, передаем сразу и две ковбойские шляпы, тоже уже лежали готовыми, ждали своего часа. И это час настал. Картотики, часть первая, я закрыть не могу, потому что я молодец, я все-таки так и не добежал до офиса идеи и не вынес эти ведомости. Прапор подъезжает с квестом Гренадер, поэтому квесту мне необходимо восемь ЧВК убить, используя гранаты. Терапевт с квестом Физкультурник подходит, достичь нужного навыка здоровья десятого, мы его уже достигли, причем при помощи ее же квеста. Лендли сейчас вторая миротворец выдает квест, здесь я могу передать только один предмет, это вертекс, который я доварил сегодня, кстати, в убежище. Нужен будет еще один вертекс и один беспроводной передатчик сигналов COFD. И противостояние выдает тоже квест, мне нужно убить бойцов ЧВК Бир на локации Маяк и передать найденные вреди жетоны ЧВК Бир. Из этого всего списка у меня имеется только 13 жетонов. Жетоны все нужны с галочками. Механик мне выдает квест удобрения, здесь передача 5 пучков проводов и 5 конденсаторов. Очень легкий квест, оба из этих предметов пачками прям варятся в убежище, из-за этого мы получаем 2 биткоина и немало так опыта. Все на этом буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, надеюсь выпуск вам понравился. Всем приятной игры, отличного настроения, благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и ваши комментарии. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok